Что объединяет три абсолютно разных сооружения. Потемкинскую лестницу, Стамбульский парк и полуциркульное здание, которое находится за моей спиной. Это халтурный ремонт. Ремонт-то сделали, но про качество забыли. И несмотря на то, что реставрация проходила с разницей в один год, все эти места потихоньку пришли в негодность. Сейчас я проверю, как они выглядят после реставрации. Начнем с Потемкинской лестницы. Реставрация закончилась пару лет назад. Гарантийной сроки, я так думаю, три года. А сколы, которые нанесли строители в процессе реставрации, они уже осыпаются. То есть те пломбы, которые они подставляли, они, к сожалению, уже вываливаются. И нужно их будет, наверное, восстанавливать снова. Вот, например, вот такая вот эта пломба. Вот она уже осыпается. Некоторые другие пломбы уже осыпались. Поэтому, в общем-то, лестница в таком неприглядном виде предстает. На реставрацию Потемкинской лестницы из городской казны выделили около 15 миллионов гривен. За эти деньги сделали гидроизоляцию и заменили воды и электрокоммуникации. А также выложили новую гранитную плитку. Но эксперты считают, что при проведении работ технические нормы неоднократно нарушались. Все эти сколы на ступенях образовались из-за халатности строителей, которые неправильно хранили плиты, складывая их одну на другую, считают мои собеседники. Но главная проблема обновленной лестницы – это плохая гидроизоляция. Вот сейчас мы можем лицезреть, как протекает Потемкинская лестница, насколько качественно выполнена гидроизоляция лестницы. Вот здесь вот это вот лужа, и здесь мокрый остов лестницы. То есть гидроизоляция, которая сделана, она некачественная. Из-за этого вода протекает, осадки протекают вниз и намокают лестницу. Еще в 2017 году активисты обратили внимание на технические нарушения при реконструкции. Минусовую температуру лестницу разрушали потоки воды, а стройматериалы хранились под открытым небом. Вот благодаря вот таким запрудам, вот мы видим на лестнице вот такие вот лужи воды стояли. Это уже сегодня растаял снег, то есть вчера все было значительно и значительно хуже. Вчера эти лужи были значительно глубже. То есть вся вода вот таким образом с большого громадного водосбора потемкинской лестницы, она вся впитывалась в тело потемкинской лестницы. В результате этих работ был очень сильно, кроме того, что я видел прорыв крана, я это зафиксировал, который на строительном объекте. Вода текла, в общем-то, вообще неизвестно сколько, потому что образовался враг. Кроме того, что не было на объекте, организовано водоотведение, как-то вот требуют как раз все нормативы строительные. И работы проводились без изоляции от внешних факторов внешней среды памятника. Кроме всего прочего, еще во время строительства самого Стамбульского парка, во время реставрации грота Дианы, реконструкции вернее, я знаю, что была допущена, опять же, утечка очень большого количества воды, был подмочен склон вот этот оползневой. Стамбульский парк стал излюбленным местом для многих одесситов. С момента его открытия прошло два года. И уже сейчас можно наблюдать многие недоработки. Качество выполненных работ вылезло наружу. На многих участках парка уже разрушается плитка. В Стамбульском парке тоже работы выполнялись не совсем идеально с точки зрения качества. Например, гранитная плитка клеилась на неплохой, скорее всего, клей, и швы межплиточные, они не заполнялись. Из-за этого туда попала влага, и плитка сейчас уже начала отваливаться. Гранитная плитка отваливается с подпорной стены. Там же образовываются трещины вследствие низкого качества стройматериалов. Под парапет постоянно попадает вода, и обычный дешевый клей плитку не удерживает. Кроме того, из парка куда-то исчезли лавовые плиты. Спуск лестницы перед фуникулером в этот парк, он когда-то был выложен лавовыми плитами с Везувия. И вот хотелось бы знать, эти плиты пропали. Я понимаю, что эти плиты в настоящее время, они диссонировали бы с той плиткой, которая была выложена сейчас современная. И эта лестница, она действительно не памятник архитектуры. Но сами лавовые плиты, они представляют историческую ценность. С нарушениями отреставрировали и полуциркульное здание возле Дюка, говорят инженеры. Работы обошлись почти в 7 миллионов гривен. Сбивать проблемную штукатурку с памятник архитектуры рабочим пришлось уже через полгода после реставрации. В технологии использовался не из вискового цементного раствора, скорее всего, а какой-то клей для пенопласта. Плохо сделаны отливы над тягами или над карнизами, можно по-разному назвать. Из-за этого вода проникла в карниз между первым и вторым этажом и местами его разрушила. Там лежат мешки с гипсом, которые, скорее всего, работники будут сейчас использовать, перетирать эти тяги. Но строители, видимо, не знают или знать не хотят, что гипсовый клей используется только внутри помещений, а не снаружи. Краеведы говорят, что такая халатность связана с отсутствием контроля за состоянием исторических зданий. Я не думаю, что в то время, когда создавали полуциркульные здания, их окраска была настолько едкой. То есть неудачно выбранная окраска. К сожалению, у нас сейчас очень мало исторических зданий, которые имеют полноценный паспорт объекта культурного наследия, где все прописано. Какой цвет фасада, все элементы декора внешнего и внутреннего, все мелкие элементы, которые есть, там газовые фонари, таблички закладные, например, этого нет. Такой работы никогда не проводилось. Три объекта, которые мы исследовали на этой неделе, порождают вопрос. Некачественная реставрация – это неумение или принцип «и так сойдет». Мы обязательно продолжим наши ревизии. Светлана Довжук, Григорий Евич, телеканал «Репортер».